Перед началом данного видеоролика хотел бы порекомендовать вам свой инстаграм профиль. Да, я таким раньше не занимался, но меня вдохновил один подписчик, и теперь я стал делать различные фотографии моих фигурок по Звездным Войнам. Конечно же, Лего там тоже присутствует. Так что, друзья, подписывайтесь, если вам интересно мое творчество в другом ключе, так сказать. В ключе вот таких вот интересных фотографий. С Энакином, Убиваном и другими персонажами из Звездных Войн. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Домината Спейс. Сегодня у нас будет обзор на моего самодельного арбитера Тель Вадами из Halo, из серии видеоигр Halo. Одни из моих любимых игр, хоть я в них никогда и не играл, кроме Halo Online, то бишь портированного Halo 3 на ПК модерами. И туда я в него играл довольно недолго, но я знаю историю арбитера, историю этого Сангхилийца Великого, и она меня всегда привлекала, вот этот инопланетянин. Ну, это не он, это не арбитер, это просто один из членов его расы, так называемый Covenant Elite, вооруженный своим энергетическим клинком. Вот, но мне больше всего всегда нравился арбитер, и я его сделал из лего, так как у меня нет фигурки Мегаблокс, как и этой. Этой фигурке уже, кстати, 9 лет, вот этой фигурке Элита. Я его в 2009 купил в наборе, Мегаблокс Halo. Вот, если вы не знакомы с видеоиграми Halo, советую ознакомиться, особенно с первыми несколькими частями, вот, насчет последних не знаю. Знаю, что выйдет Halo новая, которая будет на компьютеры, я смогу наконец-то поиграть. Но мне больше всего нравятся вот эти инопланетяне Сангхилийцы, или же Элиты, и из них персонаж Арбитер. В прошлом его звали Телвадами. Также тут слева, справа, точнее для вас, хотя и для меня справа, в общем, не важно, это Шипмастер, вы его могли видеть в Halo Anniversary Edition, которое было ремастер Блю Студис. Это компиляция всевозможных видеороликов про Арбитера, историю, ну и Мастер Чифа. Ну, там был такой вот Сангхилийц, раненый в бою, но он был там в белом ходил, красивый такой, который позже стал другом Арбитера. Ну и вот, как я его сделал. Сразу говорю, взял основу для этого Арбитера я от зарубежного обзорщика. Там его как-то зовут, в общем, неважно, американец какой-то явно. Ну и он показал, как сделать вот этого Арбитера и многих других фигурки с Halo. Я, если вы просмотрите это видео много раз, порекомендуйте друзьям, поставьте лайк, все в этом духе, как бы мне не было противно это говорить. Я сделаю на него инструкцию, как собрать такого Арбитера из Halo. Я его модернизировал, чуть-чуть улучшил, чтобы он выглядел гораздо круче, чем версия того иностранца. Так что, по факту, это его версия, но с моими модификациями и так он выглядит даже круче. Так что, посмотрим на Арбитера. Он, как вы помните, был в такой серебряной броне. У него голова наверх-вниз опускается, руки, и также он вооружен энергетическим клинком. Хоть мне и нравится вот эта версия больше, старая. Это более старая версия, версия Megablocks, ну, клинка. Но она в руку леговскую, такую, не вставляется из вот этой тут дополнительной детали. Вот, подвижность у него, в принципе, есть, чтобы играть с ним. Руки двигаются, ноги тоже двигаются, не ломается. В принципе, классная фигурка. Такой серенький, но он в такой броне и должен быть. Так что, собран он довольно-таки интересно. Вот, я рад, что нашел для него такую инструкцию. Ну, и опять же, рад, что я его улучшил, потому что так Арбитер выглядел, ну, скажем, прямо не ахти. Ну, он как бы был неплохой, но я добавил ему еще больше обвеса, и так он выглядит еще круче. Так что, вот такой вот Арбитер или же Тел Вадами в прошлом. Сравним его рядом с Megablocks. И вот как он выглядит, предельно неплохо. Так что, друзья, пишите мне в комментариях, хотите ли вы обзор на Шипмастера из Хейла, а также хотите ли вы инструкцию на то, как сделать Арбитера, а также Шипмастера. Всем спасибо за внимание, всем удачи и до скорого!